Возрождение и процветание освобожденных территорий – одна из приоритетных задач, стоящих перед государством. С этой целью уже реализуется ряд проектов на дооккупированных землях. Одним из них стало строительство железной дороги городи Захбанд в Физулинском районе. Президент Илька Малиев в рамках поездки в Физулинский, Зангеланский, Лачинский, Губадлинский и Дебраильский районы заложил фундамент железнодорожной линии. Железная дорога протяженностью 100 километров будет иметь стратегическое значение. Сыграет магистрали важную роль в обеспечении передвижения граждан на освобожденные территории. Эта дорога внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного сообщения с Нахчеванской автономной республикой. После, находясь уже в Лачине, глава государства поднял флаг Азербайджана. Я уже говорил, что освобожденные земли станут зоной зеленой энергии. Я пригласил иностранных и местных инвесторов. Должен также сказать, что мы, как государство, делаем и будем делать всю основную работу. Местные иностранные инвесторы внесут свой вклад в обеспечение Азербайджана долгосрочными, устойчивыми, экологически чистыми источниками энергии. Наш план таков. В Кельбаджарском и Лачинском районах существует огромный потенциал ветроэнергетики. Сангеланские и Джабраильские районы обладают большим потенциалом солнечной энергии. Предварительные исследования уже проведены. И таким образом мы превратим Карабах в зону зеленой энергии. Восстановим наши мощности по выработке электроэнергии и линий электропередач. На освобожденных землях, где побывал президент Ильхам Алиев, состоялся ряд мероприятий, в том числе открытие гидроэлектростанции «Гюлябирт». Президент Ильхам Алиев ввел в действие гидроэлектростанцию. Это первый инфраструктурный проект, введенный в строй с участием президента Ильхам Алиева в освобожденных от оккупации районах. Станция сыграет важную роль в обеспечении электроэнергии почти 7-тысячного населения. Производимые здесь электроэнергией будут обеспечиваться село Ханлах Губадлинского района, южная часть Лачинского района и другие инфраструктурные объекты на этой территории. По словам главы государства, главная задача, стоящая перед государством, как можно скорее восстановить освобожденные территории, чтобы люди могли поскорей вернуться в свои родные края. На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций. Все они будут восстановлены, а на территории Кельбаджарского района будет реконструированы 12 гидроэлектростанций. Через несколько лет мы будем получать 120 мегаватт от станции Худеферин и Газгаласе, и 120 мегаватт от гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. Это означает 240 мегаватт генерационных мощностей. И преимущество здесь в том, что это гидроэлектростанция, поэтому себестоимость энергии очень низкая. Глава государства, первая леди и их дочь также побывали в Басичайском государственном природном заповеднике Зангеландского района. Во время оккупации на этих землях был учинен экологический террор. Уничтожена почти половина лесной площади заповедника. Устроены пожары. Экосистеме годами, формировавшейся здесь за долгие годы, был нанесен серьезный ущерб. Глава государства, первая леди приняла участие в посадке платанов на территорию природного заповедника, который был основан в 1974 году по поручению общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Основной целью создания заповедника площадью 100 гектаров было сохранение крупнейшей в мире рощи восточных платанов. Эльнар Алиева, CBC. Эльнар Алиева, CBC.